За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал. На Луганском направлении боевики открывали огонь четыре раза, использовали легкое вооружение и бронетехнику. В Донецкой области противник обстреливал позиции украинских войск вдоль всей линии ограничения. Всего зафиксированы 15 обстрелов, третий из них с применением запрещенных вооружений. Ситуация на Мариупольском направлении по-прежнему наиболее напряженная. 28 обстрелов, 8 из них с применением тяжелых вооружений. По позициям украинских войск враг выпустил почти сотню миноснарядов. Газета Верховной Рады «Голос Украины» опубликовала закон о государственном бюджете на будущий год. Документ предусматривает рост ВВП в 2017 на уровне 3% при инфляции выше 8 пунктов. В главный финансовый документ заложен доход от приватизации 17 миллиардов гривен. Прибыль бюджета в будущем году должна составить 721,5 миллиард гривен. Расходы – почти 790,5 миллиардов. В документе предусмотрено сокращение дефицита пенсионного фонда на 9,5% до 141 миллиарда 315 миллионов гривен. Напомним, на 2017 год в главный финансовый документ заложен рост минимальной зарплаты до 3200 гривен без учета вычета налогов, а также рост зарплат учителей, медработников и сотрудников ГСЧС. В Украине отменили норму о получении разрешительных документов для переоборудования и перепланировки жилья. Об этом заявил министр регионального развития строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. По его словам, это касается тех случаев, когда не предусмотрено вмешательство в несущие конструкции или инженерные системы. Также он добавил, по завершению подобных работ разрешение на ввод объекта в эксплуатацию также не требуется. В Украине растет число областей, где превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. По последним данным Минздрава, это 21 регион и Киев. Самый низкий уровень заболеваемости сезонными вирусами в Харьковской области, самый высокий – в Киевской. Тем временем, в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, а также Запорожской, Херсонской и Черновицкой областях зарегистрировано превышение показателей заболеваемости более чем в два раза. До Нового года осталось совсем немного. И в японском городе Осака символ 2016-го. Обезьяна официально передала свои права петуху – символу 2017-го. Церемония прошла в башне Цутэнкаку – одной из главных достопримечательностей Осаки. В роли ведущего – президент компании-владелицы башни. В этом году было много шокирующих событий, из-за которых обезьяна даже могла упасть с дерева. В Японии Новый год празднуют как на Западе – в ночь на 1 января, в отличие от большинства других стран Азии. Так, в соседних Китае и Южной Корее год петуха по лунному календарю наступит только 28 января. Есть много легенд о появлении восточного гороскопа. Одна из них гласит, что перед тем, как покинуть Землю, Будда пригласил к себе животных. Первым 12 пришедшим он подарил возможность руководить целым годом. 2017-й – год огненного петуха. Эта стихия олицетворяет жизненную энергию, уверенность и удачу. Встречать год советуют в теплых тонах – от желтого до бордового и коричневого.